Казалось бы, совсем недавно представили OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а компания уже вовсю работает над продолжением. Надо ли напоминать, что OnePlus выпускает смартфоны не один раз в год, а несколько? Так было с OnePlus 3, так было с OnePlus 5 и так было с OnePlus 6, и, вероятнее всего, именно это произойдёт с OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Обязательно досмотрите это видео до конца, там я расскажу о цене и дате анонса смартфона. А чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий мира технологий, рекомендую подписаться на мой канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видосов. Меня же зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! А где найти тот или иной гаджет по выгодной цене? В этом вам поможет сервис для сравнения цен интернет-магазинов Рунета allpricer.ru. Здесь вы сможете найти интересующие вас гаджеты по лучшей цене, а также получить подробную информацию. Allpricer — это широкий набор фильтров, который поможет найти самые выгодные варианты среди всех предложений на рынке. И как только вы найдете то, что искали, вам будет нужно лишь кликнуть на кнопку «Купить» и вы окажетесь в интернет-магазине с той ценой, которая вам больше всего понравилась. Все магазины проверены, ссылка на allpricer в описании. Давайте для начала вспомним, чем отличались характеристики моделей с приставкой T и без. Релиз OnePlus 3T принес пользователям обновленный процессор Snapdragon 821 вместо 820. С 5T и 6T такого, к сожалению, не произошло. Причина банальна — компания Qualcomm не успевала выпустить новые флагманские процессоры, однако в этом году всё по-другому. Вот так просто летом компания решила представить Snapdragon 855+, который уже установлен в Asus ROG Phone 2. И вероятнее всего его получат будущие смартфоны Samsung — Galaxy Note 10 и Note 10+. Кстати, ролик обо всем, чего стоит ожидать от этих фаблетов, можете найти во всплывающей подсказке. Так вот, как сообщает портал Fon Arena, именно Snapdragon 855 Plus будет установлен в OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. И с учетом того, что сейчас производительности 855 достаточно более чем за глаза, то наличие обновленного 855 Plus просто даст смартфону больший задел мощности на несколько лет вперед. Не так давно в китайской социальной сети Weibo были опубликованы фото, на которых, по заверениям авторов, изображен именно прототип OnePlus 7T Pro. Как и предыдущая модель, новинка получит огромный, полностью безрамочно изогнутый экран без вырезов и челок. Однако сейчас сложно сказать, изменятся ли размеры рамок и дизайн выезжающей камеры, ведь устройство на фото вставлено в большой защитный чехол. Инсайдер MaxJ сообщает, что на фото может быть устаревшая версия прототипа. Обновленные версии однозначно уже существуют, и там, по слухам, даже есть некоторые изменения в дизайне устройства. Но так как заявленная дата анонса довольно близка, вряд ли конечная версия OnePlus 7T будет кардинально отличаться от того, что видно на данном фото. Несмотря на то, что задняя панель в объектив не попала, согласно источнику она не будет сильно отличаться от того, что мы видели в актуальной версии OnePlus 7. Основная камера также получит три модуля, а вот фронталочку могут немного прокачать, либо же вообще ее разместят под экраном, есть и такие слухи. Но в это я, честно говоря, верю с трудом. Хотя такие камеры уже и существуют, пока они не способны выдавать приемлемое качество. Я до сих пор топлю за то, что лично мне фронтальная камера абсолютно не нужна, я ей практически не пользуюсь. А пользуетесь ли вы фронталочкой? Напишите об этом в комментариях, очень интересно узнать, как часто вы используете фронтальную камеру и для чего. По слухам, аппарат получит 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной памяти, чтобы иметь возможность конкурировать с решениями корейской компании Samsung, а также прокачанную батарею и свеженькую Android Q прямо из коробки с последней версией OxygenOS. Некоторые даже осмеливаются предположить наличие беспроводной зарядки, но это уже просто какая-то фантастика. Естественно, стоит ожидать и других изменений. Например, компания OnePlus может установить дисплей Waterfall OnePlus 7T Pro. Такие дисплеи в конце июля показали ребята из OPPO. И тут полная красота, края дисплея переходят в боковые грани смартфона. А так как OPPO и OnePlus это по сути одна компания, можно ожидать такую инновацию в будущих телефонах OnePlus. А теперь о самом интересном – цене и дате анонса. В сети появилась информация, что презентация OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro состоится 29 октября, а в продажу смартфон поступит всего спустя несколько дней – 1 ноября. По цене же красота. Как сообщает инсайдер MaxJ, цена останется на том же уровне. Однако радоваться рано, ибо некоторые аналитики все же прогнозируют небольшой рост ценника, обосновывая это тем, что каждая Т-версия была несколько дороже, чем смартфон без этой приставки. Однако поживем-увидим, ведь до анонса еще много времени, и я уверен, что мы еще узнаем много свежих и интересных новостей о будущих смартфонах OnePlus. А как часто вы обновляете свои гаджеты? Раз в год? В два? Или как только выйдет что-то интересное? Ваши мысли по этому поводу я, как и всегда, жду в комментариях. Обязательно их все прочту. А на этом у меня все. Чтобы не пропустить новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку на него и на мой инстаграм вы найдете в описании видео. Как только в телеграме соберется тысяча человек, я обязательно проведу среди них розыгрыш чего-нибудь крутого. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста, меня зовут Кирилл, до скорого!